доброе утро дорогие друзья вы на моем канале меня зовут Денис и я снимаю все о жизни в Греции ну что ж по предыдущем видео вы видели где я нахожусь я сейчас на данном моменте работаю в халкидиках хочу сразу пробежаться по вопросам чтобы не затягивать и не забыть потому что времени нету отвечать вот и вы думаете что я там не не отвечаю на сообщение я все читаю успеваю их прочитать но не успеваю ответить иногда но ничего страшного мне первый вопрос задали по прилету в аэропорту могу ли я карту купить sim карту sim карту то есть на телефон смотрите я летал очень давно я не помню чтобы там был магазин который продает продает sim карты sim карты продают сто процентов это большие магазины которые продают мобильные телефоны это как вода фон плейш он германоз космуты вот эти вот марки смотрите они продают sim карты и вы спокойно сможете приобрести греческую sim карту для этого вам нужен только будет паспорт и ну и все вот дальше кто-то мне написал снимаю ли я квартиру и в халкидиках и в салониках нет друзья снимая только в салониках как и было раньше вот мой шеф снимает мне апартаменты чтобы я жил и работал на месте вот что у нас вообще происходило эти дни у нас было очень солнечно туристы по туристам было у нас сейчас очень много сербов очень много прям в халкидиках вот именно в том месте где я нахожусь сербов очень много на данный момент я сейчас салоне как сейчас утро сейчас я направляюсь в халкидики покажу вам дорогу как я вчера возвращался это было воскресенье было час пик я так понимаю пол седьмого вечера три часа три часа дороги мы ехали это было ужасно друзья не попадайтесь я вам ставлю сейчас кусочек автопарк выбирайте машину едем уже полтора часа вот так в пробке халкидики салоники ну и продолжаем дальше продолжаем дальше сейчас у меня была возможность на выходные привести свою семью чтобы отдохнули по загорали ну что ж будем продвигаться сейчас сторону халкидиков и немножечко вам еще что нибудь расскажу смотрите сейчас в халкидиках очень много полиции стоят на радарах первый раз за историю я всегда говорил что никогда я не видел полиции на дорогах сейчас они есть именно в халкидиках то есть до до подъезда это за километров 30 до калифей до калифей стоят с радарами и стреляют потому что там такие вот угры есть и знаки вот знак на горе стоит внимание 100 километров и все некоторые не придерживаются скоростного режима и когда они с горки начинают уже спускаться там 130 140 наваливать вот их ждут конечно внизу смотрите будьте аккуратны и в самих калифеях то же самое на трассах очень много я не знаю может быть что-то случилось что-то произошло может быть спили кого-то непонятно с чем это связано но очень много полиции так что придерживайтесь скорости не гонять им потому что штрафчик никто не хочет получить это тоже очень важно я тоже вот я сам чуть не попался я себе еду как обычно там 130 140 наваливаю вот потому что знаю что по трассе никого нету и никогда не было я никогда не видел чтобы с радарами стояли для меня это вообще нонсенс такой блин вот едем едем халки реки там включимся что-то по дорожке вам еще расскажу покажу то есть друзья оставайтесь с нами и у меня сегодня зашел я посмотрел по статистике 1666 подписчиков ты что-то так так красиво смотрится это спасибо вам большое что подписывайтесь наставляйте свои комментарии ну и будем снимать все для вас поехали в халки реки кстати чё по бензину по бензину смотрите в салониках немножко дешевле в халкиниках дороже по по ценам на еду я уже пробежался так я уже примерно знаю что к чему до немножечко и да конечно дороже так что вы если едете там автомобилем в апартамент и если вы можете взять с собой какой-то там запас еды тогда да берите ну вот если вы много кушаете конечно такие продукты которые не будут портиться потому что цены отличаются отличаются в салоне как не отличаются в халкиниках но это и понятно это курорт там должно быть все подороже но как бы не критически жить можно вот дорога у нас составляет салоники до салоники халкиники именно туда куда мы направляемся 110 километров ровно выходит так что знаете тоже по километражу на 110 километров какая машина сколько кушает моя машина примерно хочет 8 литров на соточку но если не наваливать ехать 100 километров вот она где-то 7 литров скушает 7 с половиной за счет того что здесь сильные подъем и спуски вот ничего страшного тоже диоди нету платных дорог то есть тоже по дороге вы не встретите это тоже есть хорошо вам не придется платить за дорожный сбор но есть минусы есть минусы нету туалетов друзья нету туалетов совсем нету и съездов практически там очень мало так что тоже это такой вот большой большой маленький минус потому что по дороге не встретите в туалетом а ехать и где-то где-то часик часик да там час десять вот так что знаете когда будете выезжать там сильно много кофе не пейте в дорогу но все двигаемся двигаемся дальше у нас пасмурно в салониках в салониках вчера был ливенью вот дай всю неделю обещают дожди здесь я доволен что моя семья выбралась отдохнула очень рад все понравилось им они загорели накупались так что все хорошо вот сейчас понедельника вы тоже можете видеть скопление три полосы это ужасно конечно если я сейчас попаду вот в такое вот как я ехал вчера это будет конечно ну вообще оттас я вчера три часа три часа ехал в пробке и посмотри ё-моё что сейчас творится офигеть у меня слов нету обалдеть просто так как отсюда быстро съехать то отключаем мозги как отсюда уехать поедем через центр города скорее всего будем съезжать отсюда это не вариант посмотрите три полосы запитые вот это я попал пападосы такие блин вчера то я ехал домой ладно я потерял время а мне сегодня на работу мне на 11 утра на работу я не успею просто-напросто и все жесть объехал эту пробку по gps хорошо что gps показывает красные зоны google google maps спасибо большое он показывает красную зону на какой протяженности где пробка вот и я съехал в анатумба короче сейчас сделал круг по анатумбе по лесам этим по горам и срезал вот тот обрезок и вот сейчас вот выехал уже на прямую трассу халкидики это конечно муж ну 6 простая что-то мне становится эта сторона немножечко не нравится больше ездить я не буду ну так часто конечно нервы нервы конечно подшаливают вчера три часа убить и сегодня но сегодня я вот ну где-то вот час полчаса я убил я кружил кружил обезжал пробку эту куда это годится это ж никуда не так не годится сейчас мне надо топить 120 130 чтобы успеть на работу хотя хотя что я выиграю 10 минут выиграю а бензина спалится намного больше друзья блин вот все просчитывайте заранее смотрите google maps я дорогу знаю но я не зашел не посмотрел сейчас зашел он бах показывают красная зона показывает с какого кусочка начинается вот эта пробка и до докуда ну сейчас вот мы тоже я выезжаю здесь сейчас три полосы но я не скажу что так прям свободно то есть автомобили есть впереди я к чему это говорю потому что вы можете в аэропорта постать либо всякие ситуации случаются так что друзья будьте внимательны все мы погнали погнали у нас прямая прямая на халкидики он в данный момент дорога но это мы еще едем ё-моё мы едем вчера мы мы плелись 10 километров 20 километров в час вот это была наша скорость мы конечно были в шоке ну сын спал машине после моря уставший ему было проще сейчас дай бог проедем нормально хотя опять пробка вон организовывается короче ладно буду держать вас курсе пробка снова начинается вот видите начинают притормаживать люди сейчас на нервах все топят в тапочку чтобы побыстрее поехать летим все хорошо дорога радует уже один пост стоял проехал не успел включиться ну посмотрим может быть чуть дальше еще будет я вам включусь покажу и не прячутся полиция не прячется стоит на дороге чтоб ее видно было вот что самое главное аллилуйя мы добрались кассандра кассандра мама мия в общем до работы мне остается еще час но я еще не добрался не доехал я мы заезжаем только в кассандру по правой стороне у нас будет большой супермаркет лидл сейчас здесь сделали круг меня давно здесь не было я в том году тоже нуждал здесь немножечко потому что здесь немножко дорогу изменили в халкиниках солнце и это есть хорошо вот справа у нас был лидл кассандра а мы уходим на калифей 2 километра до калифей да и как обычно мне фура на дороге сейчас мы будем за ней долго и нудно ехать все заехали мы в калифей так здесь почему-то по gps он показывает что прямо не стоит ехать надо немножечко объехать не знаю с чем это связано может там впереди дорога перекрыта я еще туда не пробовал ездить но не буду пока рисковать следующий раз и обязательно за поеду я вам покажу калифею там сто процентов люди много людей отдыхала там есть тоже и гостиниц очень много апартаментов обещаем мы вот таким образом вот справа мне нравится постройки такие интересные выстроены в новом стиле но такой дизайн у них интересный и и вот этот вид мне нравится сейчас я вам его покажу смотрите мы как будто заезжаем в море это вообще блин глазами только передать смотрите спускайся это море это не небо это море вот это красота тысячи туристов побывали так какой тысячу миллионами так калифе остается с левой стороны мы едем направо все нам еще наверно минуточек двадцать сильно топить не будем вот сейчас будем проезжать и две две больших знаменитых дискотеки здесь которые есть толки диках да у нас на первой ноге это ахой и 2 2 дискотека не помню как называется как ее название сейчас вот мы спускаемся к ней я помню 18 лет когда мне было я был в ахой да потому что это была первая работа мая в греции вот эти дискотеки вот она белая справа огромная территория и очень там весело очень весело приезжают на таких машинах интересных много людей собираются и туристы и местные вот это вот такой стоянка а вот это вот 2 я не помню как она называлась сейчас называется коралл как она раньше называлась не знаю с левой стороны вы можете наблюдать сейчас а сейчас здесь мы медленно едем да потому что там полицаи стоят с левой стороны большая гостиница афос назывался сейчас я не знаю может так и называется вот это была первая моя работа в этой гостинице да 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 стоит стоит полиция так мы вроде все нормально едем мы уже остановила она кого-то он видите пишут вот здесь вот здесь постоянно сколько я проезжал вот здесь они стоят и ловят вот они пишут кому-то штрафы постоянно за вот эту вот неделю которая здесь нахожусь вот они здесь постоянно пасутся и немножечко дальше поэтому да надо не забывать за скорость и ехать адекватно вот эти гостиницы конечно я уже не помню я здесь не был я был вот в стороне калифей мы гуляли в ту сторону и в том году мы с женой тоже калифеях отдыхали я вам снимал видео как я искал апартаменты ну по качеству не очень видео но зато информативная все я рад что я успел без пробок потому что не хочется опаздывать я не люблю я люблю быть пунктуальным если сказали на 10 на 10 значит на 10 надо прийти не не позже лучше раньше немножечко проедемся с вами покажу вам нашу зелень которой сейчас мы работаем единственные вот с пробками да с пробками это конечно жестко эти пробки потому что здесь одностороннее движение авто банк только на две полосы и как бы если что-то случится какая-то авария либо же даже вот скопление много машин до в один и тот же час пик выезжают как мы вчера ехали да и сегодня видели что происходило в принципе аварий не было ничего не было и и просто за счет того что очень много автомобилей и вот создается вот такая вот пробка поутру я конечно расстроился я думаю блин как я успею доехать ничего страшного все бывает сразу по автомобилям можно вычислить кто местный а кто как бы турист до местные все едут вот знак стоит 50 вот они 50 и едут вот а соответственно кто первый раз здесь они летают они думают ну как я первый день ехал мне чисто повезло просто они были заняты у них три автомобиля стояла они выписывали штраф а я себе топил 130 то есть я я был клиентом клиентом на штраф так что друзья будьте внимательны что это за поселок наш не знаю вот потому что я проехал нет не заметил я как называется ну нам нам еще немножечко дальше вот видите бензин здесь уже 95 евро 66 центре города евро 48 встречается евро 51 вот а сотый сотый евро евро сколько евро 70 сотая марка местечко вообще такое хорошее уютненько как бы для отдыха но самое но это такое нет не молодежная конечно не молодежно потому что там в основном таверны рестораны и раввика сделаны такого плана чтобы в тишине отдохнуть в спокойствии море море какое друзья море чистое я в восторге от моря так полихрону пять километров нам пять километров и мы уже будем на месте креопиги село мы проехали но солнышко радует это хорошо у нас тут спуски такие у нас сегодня дорожный блок все в дороге ну а что не терять времени и как раз даже сравнить дороги какие дороги я не скажу что но я уже прям придирчивый стал сравнить с украиной конечно это небо и земля дороги тогда да сравнивать с другими европейскими странами не могу потому что я мало где был ну мне мне нравятся дороги как бы я не скажу что они там сильно разбитые ездить можно на три но так это ездить по плану не считая того, что 10 утра я уже устал, а нам еще надо идти на работу. Он ничего привык. Это мелочи жизни, но они довольно радостные. Сын очень обрадовался, он не знал, что я приеду за ними на выходные. Он очень был довольный, хорошо провел время. Почти научился плавать с ластами, у меня не было времени заняться, но в следующий раз, я думаю, мы с ним поплаваем с ластами. Подъезжаем лучше, подъезжаем. Поехали мы в полихрону. У кого-то ностальгия, кто здесь отдыхал. Конечно. Кто-то здесь 100% на остановках стоял, ждал своего автобуса, либо же на экскурсию, либо же в Салонике, либо же на другой пляж поехать. Я нашел по интернету, почитал, что здесь есть музей. Я на днях попытаюсь успеть зайти, посмотреть, что за музей. Если дадут поснимать, я, конечно же, его сниму обязательно. Всего лишь два светофора в нашем поселок, поселок, село, как его назвать, тоже. Еще не привык. Ну все, мы привели к дому, будем выгружаться. Птички чирикуют, солнышко светит. Ништяк, я приехал, я устал. Пошел выгружаться. Был же в Славинидисе, когда начал видео. Вот. Купил там для дома такие вещи, как совок. Вот. Веник. Короче, побежали выгружаться. И, кстати, я уже поправился за недельку, я уже килограммчик набрал. Это не дело, не дело, надо турнички вспоминать. Что ж, отработали. День такой длинный, когда встаешь в 7 утра. Вот. У нас сейчас начало седьмого уже вечера. Сейчас немножко пройдусь, покажу вам улицы. Надо ж не только дорогу показывать. Иду сейчас в магазинчик. Вот. Или мини-супермаркет, как-то так называется. Так что видео будет очень длинным. Сейчас я буквально вот завернул от своего магазина. У нас пасмурно. Дождик моросит. Вот. Ну и покажу вам немножечко постройки. Какие апартаменты есть. Вот. По этой улице сразу спускайтесь на набережную. Вон она, сзади меня. Вот такие постройки здесь интересные. На любой вкус, цвет. Есть разные дворики в разном стиле. Я вам буду постепенно показывать по возможности. Так как график у меня сейчас еще плавающий. Мы один день там в 10 утра приходим. Другой день в 11. Вот. Потом уже когда будет более точный график. Я уже знаю. Буду знать свою программу. И уже подстроюсь под YouTube канал. Буду знать, как мне снимать. Когда у меня свободное время есть и тому подобное. Сейчас на данный момент видео выходит так, как оно есть. Я увидел и забыл. Но это не апельсины. А может апельсины. Ну ладно. Ну интересно. Сам с собой поговорил называется. Идемте дальше. Кафешки. Сейчас мы выйдем как раз на ихнюю площадь наверх. Я вам сниму наверху. Немножечко площади. Вот красивый такой уголок зеленый. Такие вот апартаменты здесь тоже новая. Такая площадочка. Интересная. Эленики маркет. Вот я сюда иду. Вот ихняя площадь. Здесь церковь стоит. Кстати, пойдем посмотрим. Я туда хотел пройтись. В городе половина города ходит в масках, половина без. Смотрите, какой тапочек зеленый большой. Ну это как украшение. Интересно сделано. Есть такси в городе. Здесь магазин. Голд Сильвер. Золото пока закрыто. Вот такая вот церковь. Ушечка в них. Ну все маленькая. Давайте обойдем церковь. Извините, что трусится. Я без стабилизатора, потому что в руке мой друг. Он так выручает здесь. Катаемся. А, ну, церковь маленькая. Мы тоже обязательно в нее зайдем когда-то. Дождик всех туристов последних, которые здесь были, напугал. Пойдем дальше. Вон магазин называется Элит. Может я неправильно читаю? Ну похоже на Элит название. А то кафе Элит. А супермаркет Вавдинос. Все. Взял себе соду. Потому что, блин, от мяса уже желудок немножечко подшаливает. Так что надо соды попить. Сода это как наша минералка. Такого плана. Туча висит такая большая. Опять дождь пойдет, наверное. Ух ты. Что за ретро стоит? Класс. А ну, отпишитесь, что за машина. Студия Анастасияс. Тоже красивая, новенькая. Тоже кто собирается в Халкидики. Вот так вот вы можете смотреть, в принципе, мои видео. По гугл карте. Смотреть какие-то названия. Либо же апартаменты. И выбирать себе. Если вам по душе этот городок, то добро пожаловать. Тихий, спокойненький. Пока что-то такого я не замечал. Чтобы здесь какой-то молодежный движ такой происходил. Чтобы все гудело. Дискотек нет. В музыке не играет пока ничего. Ну, стройка идет тоже чего-то большого. Еще не закончено. Это, скорее всего, на следующий год уже запустится. Так, это что у нас тут? Тоже какой-то все для дома. Магазин. Я не представляю. Сейчас летом, смотрите, нет никого. Как здесь зимой. Зимой тут вообще можно, наверное, жителей на пальцах пересчитать. Но все же, все же интересный. Воздух тут чистый, такой классный. Кстати, вот есть магазин. Сдают в аренду. Мотоциклы, квадроциклы, электросамокаты. Вот. Не знаю, что почем. Не заходил. Ну, может быть, вскоре зайдем. Посмотрим. Спросим. Вот маленькие цены вам. Ну что ж, продвигаемся мы дальше. Цветочки. Тучки, цветочки. Тоже есть какой-то супермаркет маленький. Сюда я не заходил. Я, в принципе, по магазинам так особо и не хожу сейчас. Потому что кушаю на работе. Чисто так, сигареты какие-то купить. Там воды такого. Ладно, кока-колу. Туда. А пока еще за едой особо не хожу. Только за вкусняхами какими-то. Да, видос я вам сегодня наснимаю. Кто досмотрит до конца, друзья. Спасибо вам большое. Потому что видео 100% будет длинное. Но я надеюсь, оно тоже вам нравится смотреть. Но вот эти вот... Ух ты, смотрите какой дом. Он мне в Одессе напоминает. У нас тоже такой есть дом. В центре города. Возле Потемкинской лестницы. Не помню, как переулок называется. Блин, да, смотрите. Так смотришь, как будто... Он обыкновенный, квадратный. А на самом деле чик. Еще раз. Хоп, зашел за уголок. Все, смотришь, он квадратный. А на самом деле нет. Интересный. Да. Одна детская площадка здесь есть. Я, по-моему, уже говорил. Но если не говорил, то знайте. Красивые цветки. Дальше. Дальше будем подниматься. Сяду я на самокат. Ну и включимся уже дома. Ну что ж, дорогие друзья. На этом все. Надеюсь, видео вам было интересным. Может быть, хоть чуточку, но полезным. Ну и с вами была Солнечная Греция. До новых встреч. До новых видео. Спасибо, что вы со мной, друзья. Ну и до скорого. Всем пока.